Всем привет, ребята! Это 55-й день моего марафона. Ну, точнее, пути новичка. Я снова сменил локацию, потому что это правильно делать, потому что эксклюзивный контент, он всегда должен быть суперэксклюзивным. Нужно всегда на постоянной основе менять локацию, и таким образом контент будет становиться только лучше. И что мы будем сегодня делать? Мы сегодня как раз-таки посмотрим, чего я добился. Я опять же воспользуюсь кое-какими советами, и мы посмотрим, насколько хорошо они будут работать при игре в 185-м поединке. Я считаю это важно. Поэтому стоит начать. И, конечно же, давайте сразу же я перейду сюда, на экранчик. Я уже заранее включил звук, потому что раньше я это забывал как-то делать. Сейчас не забыл. И поэтому я думаю, что вот этот вот отряд, он должен порвать всех и каждого в 185-м поединке. И прямо сейчас я постараюсь это проверить. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. Кстати, да, там очень низкие цены, а самое главное, быстрая доставка. Поэтому ссылочку оставляю в описании. Обязательно переходи. В общем, вот этот вот отряд. Я не уверен, что он прям затащит-затащит, но шансы есть. И пока телефон не нагрелся, нужно начинать играть. Я пытался проходить этим отрядом, и я вам скажу так, почти прошел. Вот практически. Многие давали совет именно по такому отряду. В принципе, как раз-таки и Стрэндж мне написал на тему того, что да, этот персонаж не дает оглушить других перцев. Плюс я параллельно сразу же отменяю эту женщину, потому что пробить ее в блок невозможно. И поэтому это будет только лишняя трата времени. Далее, что мы делаем? Мы вот тут вот сразу же выносим данного персонажа. Ну, он нам тоже не нужен, потому что нам самое важное сейчас, это вот воспользоваться вот таким вот моментом с поджогом. Ну, тут да, он в блок ушел, но вроде это не Скарлетт, поэтому на постоянке в блоке он не будет находиться. А может и будет, кстати, я не знаю. Выбираем сейчас данного персонажа, юзаем привязку, хотя мне тут особо привязка-то и не нужна, если так задуматься. Но раз уже использовал, то ладно, видимо нужна. Блин, сейчас добьет. Да, все, я проиграл. Я проиграл. Но здесь надо было меняться прям резко, очень резко. Я что-то не сделал этого, и поэтому, скорее всего, и слил очень быстро. Да, здесь есть небольшая проблема в том, что тебе достаточно только лишь одного персонажа добить, и все, и проигрыш. В этом и сложность данного поединка. Нет никакой сложности, именно если брать полностью данный отряд и как-то тащить им. Вообще никакой, ноль сложности. Но из-за того, что только лишь одного персонажа теряешь, и все, игра пройдена, не пройдена, точнее, ты проиграл, то вот в этом-то и главная проблема. Самая. Плюс еще здесь очень часто нужно меняться на Скорпиона, чтобы он на постоянке держал огонь в персонажах. Да, вот именно такая ситуация, и поэтому тут по-другому никак. Охренеть, а ну мы так обменялись рискочками. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, блин, ну вот тут зажал и заспамил. Непонятно, вообще непонятно, что в такие моменты делать, вообще не ясно. Просто вот один раз у меня получилось идеально этим отрядом отыграть, но все равно в конце меня добили. Вот все равно, один последний тычок, и ты проиграл. Вот тут как раз-таки такая ситуация была. Так это при том, что Скарлетт я практически истощил, у нее не так много здоровья оставалось. Но пробуем снова. Кто знает, может в этот раз получится пройти. Опять же, вот как это было в свое время с другим поединочком, прям то же самое, то же самое происходило. Ну тут, кстати, у меня 200 тысяч здоровья, поэтому в принципе здесь можно немного повеселиться. Отменить, например, данного персонажа и выбрать сразу же Скорпа. И встречаться все равно все вместе будут. А вот этот персонаж, он хотя бы особо, особо не конвится. Как вы видите, можно на нем акцент делать, и таким образом все будет замечательно. Персонаж не будет исчезать, плюс мы параллельно на него привязочку повесим. Еще раз подожжем. И снова вот так вот притянем. Кстати, да, здесь не только в притягивании приколы есть. Довольно неплохой прикол, кстати. А еще в том моменте то, что... Опа, увечья повесилась. Блин, сейчас он меня добьет, наверное. Нет, мы замену заюзаем. Мы заюзаем замену. И тут бы, конечно, прям сейчас Скорпиона, потому что... Да, добьет. Добьет же. Да, добил. Блин, я не знаю, что делать. Слишком много у них здоровья. Я не успеваю все прожигать. Прям не успеваю. А единственное, что давайте, наверное, я кое-что поменяю. Потому что я совсем забыл про этот момент. У меня остается всего две попытки. Мы можем в талантах поменять все-таки на предустановку, где быстрее сжигаются персонажи. Может быть, это немного поможет. Потому что все-таки там я акцентов больше делаю на то, чтобы все-таки, все-таки у меня было больше урона. Здесь у меня больше урона от огня. Возможно, это очень многое решит. Прям очень многое. Поэтому давайте пробовать. Я не уверен, по крайней мере. Но давайте посмотрим. Вдруг побольше здоровья отниматься будет. Побольше отнимается? Типа 11 тысяч, кстати. Но это при 500 тысячах. Как вы видите, сколько там? 300. Я не вижу просто сам этого момента. Ну и меня тут снова добили. Привязка это уже смерть, по факту. Потому что я не пробил ни хрена данного персонажа. А значит, сейчас они меня отдубасят. Видите, блин? Не пробиваются блоки. Поэтому и проигрыш. Ну и меня снова привязали или нет? Нет, кстати, не привязали. Давайте-ка я чуть выше сделаю. Это ничего не видно. Вот так вот получше будет. И меня добивают. Ну, опять же, опять же, здесь прикол в том, что нужна какая-то привязка. Нужно еще что-то. И непонятно, что нужно вообще этому отряду, чтобы нормально пройти. Да, отменяю одного персонажа. Но на других тоже проблем до хрена. При том, что этих персонажей, ну, в разы как-то легче, мне кажется, пройти. Просто по той причине, что Соня должна пробивать блок хоть немножко. Ну вот я убираю этого персонажа. Все, здесь пробивай блок и не жди того момента, пока тебя привяжут, дура. Но нет же, она ждет. Она вот прям как будто надеется на то, что ее привяжут. И Скорпион мог, когда выскочил, добить вот немножко. Но вместо этого прилетает ему увечья. И все пошло не по плану. Далеко не по плану. Так, ладно. Пробьем снова и снова то же самое. И наносим урон. Смена сейчас в любом случае будет на Шан Цуна. Поэтому в этом плюсы тоже имеются небольшие. Вот. И тут замена. А у меня здесь еще висит увечья. О, он исчез впервые, кстати. Впервые, реально впервые. Я даже немножко в шоке нахожусь с этого момента. Так. Ага. Ой, и тут он заблокировался. Ладно, давайте сплоем спецприемом. Может замедление немножко поможет. А если сейчас он еще заменится сам. О, отлично. Сопротивление. Поджог. Хорошо, хорошо. Пока что истощаем. Ну, кстати, мне не добили. Опа. Отлично. Выцепили. Подожгли снова. И, блин, 83%. Добивания не будет. А мы вот таким вот образом добьем. Ай, у него спецприем второй. У него спецприем второй. Да, я не пробил его здесь. Да, все, хана. Пам-пам. Победа. Не моя. Не моя победа. Блин, вот в этом-то и проблема этих поединков. В том, что все норовит просто-напросто на проигрыш. Ну, просто вот бесит меня этот поединок. Серьезно. Уже насколько сильно ты не вариативишь эти отряды. Насколько сильно ты не пытаешься пройти их. Все равно вот какая-то ерундистика происходит. При том, что на башне Черный Дракон на 135-м поединке здесь как-то все легче выглядит. Хотя, может, мне это кажется. Но вот такое чувство прям, что легче. Не знаю, блин, даже лень отряды менять. Давайте, наверное, вот это и оставим. Я отыграю один поединок. Посмотрим, что здесь будет. Потому что телефон немножко уже начал нагреваться. Это говорит о том, что надо хотя бы немного подождать будет. Ну, по крайней мере, до завтрашнего дня, походу. А там, может, и дальше пройти с уме. Видите, вот легкий поединок. 135-й на Смертельной башне. Когда реально Смертельная башня легче, чем обычная. При том, что 135-й поединок это уже, ну, как бы не хухры-мухры. Как говорится. Если так говорится. Ну, блин, в принципе-то, здесь вот полегче поединок будет. Тут нету такой засады-то, где достаточно всего одного или еще какая-нибудь шняга. Здесь как-то все вот в раз легче. В раз легче. И этим мне, конечно, этот поединок-то и нравится. Потому что здесь нет какой-то запары. Вот выскочил персонаж, он сразу же. Он моментально взял. Оглушил. Ну, да, тут, конечно, печальная ситуация. Ну, ладно. Сойдет, сойдет, сойдет. Нормально. А, она в блок ушла. Тогда не сойдет. Вообще не сойдет. Не нормально. Так, далее замена. Яд плюс поджог. Хорошо. И все, телефон фризить начал. Но это единственный будет бой, видимо, вот в башне сложной. Но, кстати, в этом плюс есть. В любом случае, завтра вы увидите уже более интересный результат. Может быть, я даже и 185-й пройду. Это было бы шикарно на деле. Но вот пока что выдаются вот такие фризы. Плюс не совсем удобно записывать. Потому что я постоянно меняю локации. И таким образом, сами понимаете, что сидя, скажем так, на коленке, у меня тут вот табуреточка стоит. Вот. И поэтому получается совсем не очень. Вот совсем. А телефон, кобздец, горячий. Вот просто дико горячий. Поэтому сегодня будем открывать наборчик. Но только лишь один наборчик. Поэтому давайте смотреть, что мне выпадет. Хочешь открыть набор? Давайте. Я уже столько наборов пооткрывал. Мои руки... Ну, конечно, первый. Мои руки, они просто-напросто вот не везет. Не везет. Поэтому такая вот ситуация. Давайте смотреть, что сейчас будет. Может быть, мне выпадет алмазная карта. Это было бы хорошо. Хорошо. Ну, открывай давай. Ну, давай, открывай. Ну, открывай давай. Ну, что... Неужели пропустить все? Нет. Нет, не надо. Так. И мне падает... Ой, отдай телефон обратно. Не, на самом деле, кстати, Кейдж классный персонаж. Но, опять же, из набора за 150 душ классный. За 400 душ далеко не классный персонаж. Поэтому, да, вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация. Ну, ладно, это в любом случае лучше, нежели чем даже Кун Лао, который вчера выпал. Вот это вот печальная прям ситуация была. А здесь я бы не сказал, что прям все печальненько. Я бы не сказал. Вообще не сказал бы ничего. Кстати, да, можно здесь Скорпионы Ударной Группы использовать. Вот в Башне Черного Дракона. В принципе, было бы, мне кажется, идеально. Но, опять же, не уверен на 100%. Вот здесь, наверное, сложный поединок будет. Давайте попробуем. Здесь дико сложный поедос будет. Просто по той причине, что здесь Терминатор есть. И здесь, конечно, можно как-то отыграть. А, смотрите, по 600 тысяч рилл. Но здесь метка смерти очень сильно решает. Кстати, вы посмотрите, как он истощается. Это потому что 600к у него. Вот в этом-то и плюс Скорпиона. Не важно, какого он слияния. Если у него есть поджоги, то он в любом случае победит. Победить. Победить именно. Так, привязочка. И вот здесь бы метку смерти повесить. Опа, он меня не схватил. Нет, метка исчезает. Блин, и мой Скорпион тоже исчезает. И здесь метка слетела-то. Ладно, может я успею его поставить. Я успел его поставить, но мне кажется, толку особо нет. Да, нет, нет. Нет, нет, нет. Опа. Ну, ладно, я его подцепил. В принципе, если бы я не слил Скорпиона, то все было бы неплохо достаточно. Но это если бы я не слил Скорпиона. А так как я его слил, то, в принципе, здесь уже играть дальше смысла нет. Потому что, опять же, нужно, чтобы Скорпион не был слил. Чтобы полностью отнять здоровье. Потому что здесь будут атаки, здесь будут перебивания. Короче, с каждым разом сложнее и сложнее поединки. А это все-таки уже какой-никакой, но 55-й день. Поэтому понятное дело, что здесь нужно показывать базу. А база, к сожалению, не демонстрируется. Вот такой вот видос получился сегодня у нас. Да, опять же, я прошел только лишь один 135-й поединок. Тут, опять же, телефон нагрелся. Но это ладно. Потому что, по большей части, я до сих пор вешу на 185-м. Я до сих пор его не могу пройти. До сих пор нужно искать какую-то лазейку в этом отряде, чтобы это как-то сделать. До сих пор вот эти вот проблемы. Хочу хотя бы до 140-го поединка дойти, чтобы там можно было с боссами поиграться. И поэтому, надеюсь, завтра мы уже возьмем как раз-таки боссов 140-го поединка. И, возможно, возможно, пройдем 185-й поединок. Поэтому стоит посмотреть на завтрашний день. А на этом пока что все. Вот такой вот видос получился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.